Наташа, поехали в Калугу, без карты. То есть можно расследование проводить с помощью таких систем? Ну, они же почему-то к нам пришли, но почему-то они не купили. С 90% вероятностью можно сказать, что у них нет CRM-системы. Ну, тоже такое бывает, конечно. Понимаешь? Ну вот, и как бы CRM открывает, по сути, всем глаза. Инструмент для продаж – это всегда очень полезно. А Excel, ну, как бы это… За прошлый век. Прошлый век, да. Здравствуйте, меня зовут Наталья Трофимова. Это официальный YouTube-канал «Руцентр» – крупнейшего российского регистратора доменов для бизнеса. В наших выпусках мы рассказываем, как начать свой проект в онлайне и развивать его, на что стоит обращать внимание, какие подводные камни следует обойти. В общем, обо всем, что важно для бизнеса в интернете. Взаимоотношения с клиентами – это главное для бизнеса. Наладить их и понять, где есть недоработки, значит, обеспечить успех дела. При этом работа с клиентами многоэтапная и сложная, и в ней без современных помощников не обойтись. Один из таких – CRM-система. О ней сегодня и поговорим с нашим гостем Григорием Даниловым, управляющим партнером компании Amapoint. Гриша, привет. Наташа, привет. Сначала, наверное, с базовых понятий, что вообще такое CRM-система. Да, это, наверное, самый важный вопрос, на который нужно всем ответить. По факту мы, наверное, с CRM говорим, что это банк клиентов, по факту. Да. То есть это то место, где любая компания хранит своих клиентов, с которыми она работает. Это вот самое главное, что всем нужно понимать. И дальше от этого мы начинаем как бы распутывать клубок и понимаем, что, например, клиенты делятся на две группы. Это новые клиенты и действующие клиенты. И в CRM тоже по-разному с ними работают. То есть есть новые клиенты, которых привлекают для того, чтобы они стали клиентами компаний. Есть действующие клиенты, которых хорошо нужно обслуживать, чтобы они продолжали пользоваться услугами этой компании. И для этого как раз тоже нужна CRM. А дальше какие вопросы мы задаем? Это кто покупает? Ну, то есть что за клиент? Что за целевая аудитория? То есть кто вообще наш клиент? Это там бабушки? Это студенты? Это бизнесмены? Это крупные компании, если это B2B продажи и так далее. Второй вопрос, на который отвечает CRM, это что мы продаем? То есть какой продукт наиболее востребован аудитории? Как часто его покупают? Когда его нужно продлить, чтобы вовремя не забыть об этом сообщить клиенту? Дальше тот вопрос, который мы задаем, это откуда? То есть откуда к нам приходит этот клиент для того, чтобы купить? И здесь, соответственно, история такая, что множество источников, особенно сейчас в наше время как бы важно, что часть источников, какие-то источники сократились, какие-то наоборот добавились, и компании все больше обращают внимание на то, а что за источник им дал того или иного клиента, и самое главное, в каком объеме. Бизнес должен эффективно работать с клиентами, чтобы помогать им быстро и качественно решать свои задачи, начиная от выбора товаров и услуг, заканчивая их поддержкой. В РУЦЕНТР вам всегда бесплатно окажут консультацию, помогут подобрать услуги под ваши задачи и разобраться с их настройкой. Также есть услуга «Персональный менеджер», которая позволяет получать консультации по телефону, электронной почте от специалистов отдела персонального обслуживания, минуя общую службу поддержки. Для общения со специалистами вы можете использовать и любой привычный вам канал коммуникации. Мессенджеры в ВК, Ватсап, Телеграм или онлайн-чат в разделе для клиентов. Тариф «Эксперт», помимо всего перечисленного, включает и настройку популярных услуг. Переходите по ссылке в описании, чтобы заказать и узнать все подробности. Правильно ли я понимаю, что CRM – это такой сервис или услуга для управления со взаимоотношениями с клиентами? И поэтому нужно каждой компании понимать, кто твой клиент, откуда он, чем он занимается и все такое. Да, я специально ушел от этого, знаете, CRM – это Customer Relationship Management, это система управления взаимоотношениями с клиентами. От этого все избитое. Но по факту это просто банк клиентов, где есть новые действующие клиенты. Все. CRM – это нужно для продажи, для того, чтобы либо повышать продажи, либо сокращать затраты на эти продажи. И вот на самом деле мы для себя в рамках CRM выделили там три блока. Это продажи непосредственно, это аналитика, которую мы делаем в рамках CRM, и это контроль качества. И вот в рамках каждого блока мы, соответственно, с клиентами работаем. То есть, например, если это продажи, то здесь что? Здесь продажи новым клиентам. Это некая там, условно, некая схема работы, так скажем, некая система работы с новым клиентом. Это схема работы с действующим клиентом. То есть, с новым клиентом – это что? Это клиент к нам пришел, здравствуйте, я хочу у вас купить там эту услугу или этот продукт. И здесь важно, чтобы сотрудник не просто придумал сам, как ему удобнее общаться. Это все равно, что я тебе скажу, Наташа, поехали в Калугу без карты. И мы едем, значит, вначале мы едем туда, потом туда, там, ой, здесь надо туда повернуть, а здесь туда. И вот мы как бы всем клиентам, когда мы говорим, а что такое система продаж, мы говорим, что представьте, что вот системы продаж нет, это все равно, что вы поедете в другой город без карты. То есть, где-то вы проедете хорошо, на трассе вы, скорее всего, тоже проедете хорошо, потому что там прямая дорога, там ничего, в принципе, делать не нужно. А потом, как бы, вы где-то опять проедете плохо, там, и так далее. И вот, когда у компании, особенно, когда нам говорят, да у нас нет воронки продаж, мы просто продаем. Ну, как бы, в смысле, вы просто продаете. Это, ну, так не бывает. То есть, в любой компании от, не знаю, продажи конфет до завода с турбинами есть воронка продаж. То есть, есть схема продаж, по которой они работают. И CRM как раз помогает компаниям, ну, скажем, стандартизировать то, как они работают с клиентами. Вот это вот мой следующий вопрос. Какие проблемы, в принципе, CRM помогает решать? Каких вещей избежать, если... Ну, вообще, давай тоже начнем с каких-то прям совсем простых историй. Первое, что она помогает, она просто помогает не своровать, банально, в вашу базу клиентов. Это самое дорогое, по сути, что есть у компании. Потому что, когда они работают в Excel, ну, как бы, то завтра, не придя на работу, сотрудник может этот Excel забрать, скачать и, как бы, ну, все, ваше всякое. И заработать деньги. И заработать деньги на этом, да. Давай еще поясним, вообще, откуда взялся Excel. Я так понимаю, что это вот такая старая альтернатива. Как можно ввести, собственно, банк клиентов, да? В каком-то блокноте записывать, что-то ввести, Excel-документы, да? Да, ну, на самом деле, ну, Excel – это такая, наверное, первая самая CRM-система, которая, в принципе, у всех появилась. И мы даже когда-то, когда я еще работал наемным сотрудником, у нас первая CRM была на Excel. Мы там сделали какие-то адские формулы, у нас один клиент переходил из одной вкладки в другую, мы переносили что-то и так далее, ввели там какие-то комментарии. Но Excel – это просто уже, ну, то есть это неудобно все равно, это просто строчка в большой таблице. У нас есть история с клиентом, у нас есть история писем, история переписки, история звонков, продукты, которые он у нас покупал. А как нам в Excel, например, ну, то есть… Сохранить историю звонков. Да. Я так понимаю, что можно прямо аудиозвонок, ну, дорожку сохранить. Да, да. Как нам сохранить историю звонков или как нам понять в множестве таблиц, а что клиент у нас покупал. Когда мы заходим в CRM, мы просто открываем клиента, Григорий Данилов или там еще кого-то, и, соответственно, смотрим, какие услуги или какие товары он у нас покупал. Это делается там в два клика. А Excel, ну, как бы это… За прошлый век. Прошлый век, да. Хорошо, дальше. Какие проблемы можно с помощью автоматизированной системы решать? Ну, самая первая проблема… Это мы, как мы выяснили, да, безопасность данных. Да, безопасность данных. Вторая проблема начинается, ну, вот как раз от обслуживания клиентов. Мы идем в обслуживание, и здесь начинается история, что у компании сейчас множество вообще источников, откуда к ним обращается клиент. Банально, понятно, все знают, это звонки, е-мейлы и заявки сайта, но источников гораздо больше, то есть это соцсети, да, это мессенджеры, это какие-то площадки, на которых ведется просто диалоги. И CRM-система как раз позволяет не потерять обращение клиентов. Бывает такое, что ты пишешь на сайте, в чате, и никто тебе не отвечает. Конечно, конечно. И ты думаешь, а что за история? Или отвечают через три дня, а ты уже успел купить. Да, история очень простая. Ну, то есть, да, компания подумала о том, что круто бы поставить чат, ну, то есть это, ну, они, конечно, ну, их за это надо похвалить, но они не подумали на тему, а как же это вообще, куда это будет приходить и кто с этим будет работать. То есть кто может за это отвечать? Да. Да. И это, ну, на самом деле мы смеемся, а это реально так, понимаешь? То есть мы приходим, и, значит, в компании есть e-mail, на которые там отвечают в одном месте. Потом есть чат, там, значит, есть какое-то второе окошко, на котором отвечают. Потом здесь, значит, стоит телефон, на который берут трубку, отвечают. И потом вот это все они пытаются объединить в какой-то Excel либо в какую-то там, не знаю, таблицу, где они счета просто выставляют, например. Ну, то есть они говорят, ну, вот если клиент купит, а тогда мы это внесем в 1С. А если он не купит, ну, вроде бы как и не очень-то и нужен был. Вот. И это следующая проблема, о которой мы, да, третья уже, да, проблема. В среднем в компании, ну, по нашей статистике, конверсия в продажу, ну, где-то там от 10 до 20% от всех, кто обратился в компанию. Это означает, что от 80 до 90% людей обращаются и не покупают. Ну, так это же тоже актив, за который заплачены были деньги. Чтобы они обратились, люди заплатили за рекламу на телевизоре, в интернете. Не знаю, они привлекли продавцов, которые пошли на выставку и за них тоже заплатили деньги. И когда мы просто ведем в 1С только тех, кому мы выставили счет, это означает, что мы теряем 80% потенциальных клиентов, которые мы могли бы забрать. Окей, они не купят сейчас, но мы же можем их забрать в базу, мы же можем начать с ними работать, можем рассказывать им о каких-то интересных вещах в нашем бизнесе, которые могли бы быть им интересны. Они же почему-то к нам пришли, но почему-то они не купили. И следующий как раз момент, отсюда опять вытекающий, это а почему же они не купили у нас? То есть можно расследование проводить с помощью таких исследований? Ну, расследование, это прям громко ты говоришь, да. Разобраться. Да, разобраться, в чем проблема. Ну, например, на больших данных, а понять просто, а с какими причинами отказа клиенты отказываются. То есть почему чаще всего клиенты не покупают у нас? И знаете, иногда там бывает очень интересное открытие, но суть такая, что это же тоже зона роста, по факту, для компании. Когда мы открываем компанию и видим там кучу негативных отзывов, с 90% вероятностью можно сказать, что у них нет CRM-системы. Почему так? Ну, потому что это означает, что компания не видит, что у них происходит с клиентами. Ну, то есть если тебе что-то не понравилось, ты же не сразу, так, открываю компьютер, пишу негативный отзыв. Ты пытаешься как-то решить этот вопрос. Говоришь, а почему это... Обращаешься в компанию, конечно. Почему это произошло именно так? Почему вы мне, не знаю, вовремя там что-то не доставили? Или почему вы мне не оказали услугу там в те сроки, которые вы обещали? Но никто, скорее всего, кроме менеджера о твоем обращении не знает. Ну, максимум руководителя группы этого менеджера, понимаешь? И когда ты отчаиваешься уже и понимаешь, что на той стороне ничего не решают, ты идешь писать отзыв. А если бы была СРМ, то и контроль качества хотя бы какой-то минимальный, то можно было зайти и посмотреть, что с тобой происходит, почему... Ну, послушать звонок банально, почитать переписку, имейл, увидеть историю общения с тобой. То есть это, там, не знаю, менеджер виноват в этой ситуации, или это виноват, не знаю, службы логистики, или производства, или, может быть, ну, банально, может быть, клиент вредный. Ну, тоже такое бывает, конечно. Да, понимаешь? Привередливый. И, как бы, СРМ открывает, по сути, всем глаза. Вот, если перечислить по пунктам, какие данные СРМ-система позволяет собирать у клиента? Первое, откуда он пришел к нам, да, во-первых. То есть он пришел, там, с рекламы, с выставки, там, и так далее. А если это оффлайновые какие-то? Если это оффлайновые... Это тоже будет? Да, сейчас есть технологии, которые позволяют это делать. Мы можем разместить специальный телефон для этого баннера или разместить специальный адрес или специальный купон и знать о том, что именно этот баннер отработал у нас и дал нам клиент. То есть где-то на улице раздавали купончиками? Да, да. Второй момент – это, ну, кто этот клиент, да? То есть вот второй как раз показатель, который мы смотрим по СРМ, это когда нам приходят тысячи заявок. И, ну, скорее всего, мы понимаем, что, ну, не все могут быть нашими клиентами. Ты знаешь, как есть, там, торговый центр, и у него посещаемость, не знаю, там, 100 тысяч человек в месяц, но конкретному магазину нужны не все 100 тысяч человек. Ну, точнее, конкретному магазину, наверное, какому-нибудь, там, продуктовому магазину, понятно, интересно все 100 тысяч людей. Какому-нибудь, там, спортивному магазину или магазину мужской одежды интересно, сколько именно его целевой аудитории. И здесь мы в СРМ как раз отслеживаем, а сколько из общего потока у нас целевых клиентов, потенциальных целевых клиентов. То есть те, которые соответствуют нашей целевой аудитории. Ну, вот, это второй показатель, который мы обычно собираем. После того, как к нам клиент обратился, ну, по факту наша цель – его либо позвать на встречу к нам, либо позвать на… ну, либо отправить коммерческое предложение, либо показать какие-то демо-материалы, либо еще что-то. И мы называем это КЭФ. У нас такая есть аббревиатура – КЭФ. Это ключевой этап воронки продаж. Когда мы понимаем, что, дойдя до этого этапа воронки, то есть клиент, ну, по факту, уже больше, чем на 50%, скорее всего, купит у нас. И вот здесь как раз это может быть либо презентация нашей компании. Но это не просто, знаешь, многие начинают передергивать, и вот менеджер отправил первую презентацию о компании и называют это КЭФом. Нет, это не КЭФ. Давай приведем какой-нибудь пример, чтобы людям было понятно. Ну, вот, например, на примере автосалона, я думаю, многим будет понятно. Там КЭФом является по факту тест-драйв. Когда ты зашла в автосалон, и знаешь, вот этот, на самом деле, мало кто об этом думает, но часто бывает, что ты заходишь в автосалон, и к тебе менеджер подходит не сразу. Ну, он дает тебе время немножко просмотреться. Да, да, да. Это же специально. Это же специально. И вот это как раз про технологию продажи. И вот в любом, на самом деле, бизнесе, который мы возьмем, в любом бизнесе есть вот этот ключевой этап воронки продаж. Там, если мы возьмем какой-нибудь магазин конфет, то там ключевой этап воронки продаж – попробовать, да, эту конфету. Не просто, там, у меня завтра праздник, пришлите мне коммерческое предложение на тысячу конфет, которые вы приготовите для моего праздника. Ну, коммерческое предложение – это не КЭФ. То есть коммерческое предложение – это то, а давайте мы к вам приедем и продемонстрируем образцы, и вы попробуете. Или, а давайте мы вас пригласим к нам на производство, и вы посмотрите, как мы работаем, и тоже мы дадим вам попробовать. И вот это, на самом деле, важный показатель после целевых клиентов, сколько людей доходит до ключевого этапа воронки. Ну, следующий, конечно, показатель – это, понятно, договор, и следующий показатель – это оплата. У нас вот, ну, как-то так сложилось, я не знаю, почему в России, но у нас все заточены очень сильно на новых клиентов. То есть, наверное, если мы говорим о нашем рынке, то процентов 80, наверное, компаний вообще не думают о том, что у них есть действующие клиенты, и что-то с ними надо делать. Но они же уже есть как-то что-то. Они же вроде есть уже, и там вроде все хорошо. Начиная от того, что не уведомляют клиента о каком-то окончании подписки, и заканчивая тем, что просто не общаются с этим клиентом. Ну, вот банально, там, даже мой пример, я купил карту в музей постоянного гостя. Она у меня закончилась через год, а мне даже никто не позвонил и не сказал, «Григорий, у тебя заканчивается карта, может быть, ты придешь к нам и оплатишь». Я думаю, как так? Ну, то есть, что, как бы, деньги не нужны, деньги не нужны, что ли? То есть, для меня это была дикость просто. А пошел в музей, молодец. Второй раз не надо. Да, второй раз не надо, все, как бы не ходи. Друзей не приводи. Ну, типа того. Или мы хороший пример приводим, можно ли в чайнике сварить пельмени, например. Вот, и как бы это, ну, ответ «да» на этот вопрос же, да? То есть, мы можем закинуть туда и лучок, и перчик, и посолить. И закинуть туда пельмешки, и все будет хорошо, в принципе. Но, как бы, у каждого, у каждой системы должна быть своя функция. И, на наш взгляд, функция CRM – это увеличение продаж, фактически. То есть, любое наше общение с клиентами, то есть, оно как бы нужно для того, чтобы либо увеличить продажи, либо сократить затраты на эти продажи. То есть, если мы говорим, там, о рекламе, о понимании источников и так далее. Но когда компания, например, тратит 500 тысяч рублей или, там, миллион рублей на рекламу, и когда мы у нее спрашиваем, а вы знаете вообще, на что у вас деньги уходят? Они говорят, нет. А вы знаете вообще, ну, то есть, сколько вы тратите на рекламу, и сколько вам это денег приносит? Нет. А я говорю, вы как вообще бизнес ведете? Он говорит, ну, я примерно, значит, у меня выручка 10, расходы 5, значит, еще что-то там вдруг случается 2, и 3 вот у меня остается, и мне прям нормально. Вот, понимаешь? Зато Excel заморачиваться не будет. Да, но это-то приводит как раз к тому, что у компании нет активов. Ну, а актив, на самом деле, CRM-система, ну, я прям четко в этом уверен, 100%, она такой же актив, как станок, который производит пирожное. Понимаешь? Ну, потому что, если у тебя, как бы, нету, ну, как бы даже оценка компании, да, она происходит, понятно, из-за количества произведенной продукции, там, и так далее, там, разные, там, факторы, но один из основных тоже факторов, который на это влияет, это объем клиентской базы твоей, с которой ты работаешь. Если у тебя нету доказательств и понимания, что у тебя действительно есть столько клиентов, ты, ну, ты меньше стоишь на рынке, чем компания, которая может быть с меньшими оборотами, даже, чем у тебя, но у нее есть система, у нее есть понятная структура работы с этими клиентами, у нее есть регламенты работы, у нее есть контроль качества, которые проверяют, как менеджеры работают со всеми, или они общаются, у нее есть понимание, сколько она тратит и сколько она зарабатывает. Эта компания, у которой меньше выручка, и другая компания, у которой выручка больше, вот эта первая может стоить дороже, чем вторая, у которой выручка больше, потому что эта компания, скорее всего, ничего не стоит без владельца, там, держишься либо на владельце, либо на директоре. Переходя к Ammo Point, я так понимаю, что вот этот сервис и услуга, которую предоставляет компания, в которой ты работаешь, это облачное решение? Да, да, мы предоставляем облачное. Вот они, в чем, собственно, особенность решения, которые предоставляете вы? Мы все-таки CRM делаем для того, чтобы сделать результат клиенту. И говорим о том, что, ну, то есть мы абсолютно точно уверены, что компания, в которой нет CRM и в которой есть CRM, это две разные компании. И занимаясь одним и тем же, компания, у которой есть CRM, будет зарабатывать точно совершенно больше, чем компания, у которой CRM нет. Ну, похвастайся. Какие самые крутые достижения были? Ну, я не знаю, там, самое-самое достижение, там, не знаю, компания внедрила CRM и просто увеличила поток заявок банально благодаря CRM без какой-либо копейки, там, на 50%. Любая компания это может делать прямо сейчас. И они это не делают, ну, просто потому, что у них нет инструмента. У любой компании есть заявки, которые приходят, и до которых клиенты, точнее, их менеджеры, не могут дозвониться. И таких, на самом деле, заявок обычно от 30% до 50%. Все зависит от сферы деятельности. И по факту это все как бы выкидывается в корзину, а это, опять же, заявки, которые люди заплатили денег. Почему же их бы не взять и не вернуть обратно в работу менеджерам? У нас есть такая компания, где сейчас работает, там, уже, по-моему, все время порядка 50 человек в отделе продаж всего. И просто они банально не успевают обрабатывать заявки, которые у них сейчас и теперь есть. Другая компания к нам приходит и говорит, слушайте, мы, не знаю, сократили время на звонок менеджера по заявке. Таким образом, увеличили продажи на 10%, например. В каких ситуациях выгодно обращаться к стороннему, ну, вот отдавать на аутсорс эту сервину систему, и когда выгодно создавать, нанимать сотрудников в компанию, создавать новый отдел и так далее? Смотреть ли этим заниматься? Не, ну, я вообще, конечно, чтобы обращались к нам. Но на самом деле компания, каждая для себя, наверное, сама определяет. То есть от нас, ну, в первую очередь, что, ну, почему выгодно к нам обращаться? Потому что, когда к нам обращаются, они получают экспертизу не только в их проекте конкретно, а экспертизу, наверное, нашу всех проектов, которые мы делали за все время. Ну, иногда, знаешь, опыт маленькой компании, и когда мы там общаемся с владельцем, там владелец такой сумасшедший, в хорошем этом смысле этого слова, человек, который там делает чат-боты, рассылки, значит, базу сегментирует, то есть он получил CRM, и он реально, значит, начал, короче, этим круто пользоваться. И иногда вот такие гики, да, я их называю гиками, они как бы генерят идеи для крупных компаний, потому что, ну, крупные компании, они иногда об этом не задумываются обычно. И на самом деле мы для себя выработали такую, знаешь, технологию, порядка, так скажем, работы. Первое, мы стараемся автоматизировать все, что нам увеличивает продажи. Да, то есть мы как бы либо совместно, либо клиент приходит с какими-то банальными, он говорит, я работаю в Excel. Тогда все понятно, что ему надо делать в первую очередь, и как бы, то есть тут не надо ничего придумать. Вторая штука, она сложнее, это то, где мы хотим затраты сократить. Это вот там про источники рекламы, про, например, процессы, которые можно убрать и автоматизировать. Ну, там, я не знаю, банально у нас специалист колл-центра, значит, берет трубку, отвечает на звонок и, значит, записывает клиента на какой-нибудь там, не знаю, в салон красоты, да. Но там есть множество там программ и специальных решений, которые позволяют этот процесс автоматизировать, ну, мы к ним уже привыкли давно все, да, но на самом деле, а на самом деле вспомни, там, пять лет назад, как мы записывались и куда, понимаешь? То есть это ты сейчас, мы как бы сейчас такие, ну, мы пойдем на сайт, там, значит, откроем календарик, выберем время, кликнем и пойдем. Но давайте вспомним, что было пять лет назад и как бы как мы, как этот процесс был. И такие процессы, они тоже позволяют, конечно, сократить затраты. Это не значит, что сотрудника надо уволить, да, что его надо убрать и как бы взять на это место робота. Это значит, что сотруднику можно дать другие обязанности, которые более будут интересны компанией, а не просто отвечать на звонок и записывать этого клиента. И третье, мы уже, конечно, мы начинаем автоматизировать, там, не знаю, и договора можем автоматизировать, и переписку, и там, переписку между сотрудниками. Это тоже часть процесса. На самом деле, когда мы там, не знаю, продаем тебе, то мы можем внутри переписываться с кучей людей, о которых ты не знаешь. Но когда мы заходим в карточку по тебе, мы знаем, что мы пообщались с этим, он ответил нам это, мы пообщались с этим, он ответил нам это. И здесь как бы вот самое больное, это когда человек думает, что внедри в чат, я, значит, внедрю CRM. Ну, то есть, к тому, что у него, блин, он не знает, откуда к нему клиенты приходят и как его менеджеры общаются. Он говорит, а сделайте мне чат, чтобы я видел, как они разговаривают между собой. Ну, камон. Ой, что, был клиент такой. О чем мы говорим? Ну, понимаешь, вот я недавно, я не буду называть компанию, вот четко, значит, я отдал кроссовки на чистку. Я понял, что у них CRM нету. Ну, то есть, для меня это стало больно в тот момент, когда я звоню, мне говорят, а мы не можем вас по номеру телефона найти. Я понимаю, что мои, ну, там, это кроссовки, которые, ну, там, стоят денег. И я такой думаю, и чего мне делать теперь? И, значит, мне потребовалось там несколько дней просто, чтобы, ну, ну, как бы, чтобы найти, значит, мой заказ, понимаешь? То есть, ну, банально, да, я потерял чек. Ну, окей, может быть, это моя вина, я там потерял чек, я его просто там выбросил или еще что-то. Но если бы была CRM, или если бы была, как минимум, знаешь, вот спросила CRM, для чего нужна, на мой взгляд, еще второй момент, это сервисная составляющая очень важна. Там, где вот есть сервисная составляющая, там тоже нужна CRM, на самом деле. Потому что, ну, мы привыкли к хорошему сервису уже тоже, да. А вот если бы, например, я сдал кроссовки, мне бы пришла смс-ка о том, чтобы ваши кроссовки там приняты, скажите код, да, например, я бы сказал этот код, уже бы этой ситуации не произошло. А сейчас у меня там негатив, и я, скорее всего, туда не отдам больше кроссовки свои, ну, зачем? У меня еще вот это испытать стресс, что я буду... То есть мы же хотим... У нас и так дофига стресса каждый день, и мы хотим от этого стресса уйти. Если какая-то компания нам доставляет стресс, то мы в эту компанию, скорее всего, не обращаемся. И я тебе могу сказать, опять на 90%, вот, типа, как с отзывами, вот то же самое со стрессом, понимаешь? Потому что когда компания продумала, как они общаются с клиентами, где они что делают, где какие есть... Знаешь, есть вот этот, типа, customer journey, так называемый, это, типа, ход клиента, да, как, вот, что происходит с тобой, когда ты приходишь или вообще звонишь этому клиенту. Если компания продумала, то, скорее всего, там не будет вот таких ситуаций. А сколько времени уходит на внедрение? Это может быть месяц, а это может быть вообще бесконечный процесс, который не заканчивается никогда. Месяц это может быть какая-то простая задача, мы хотим контролировать все источники, это может быть какой-нибудь небольшой бизнес, и мы хотим понять, как у нас выстроить систему продажи, выстроить систему уведомлений, систему уведомлений менеджеров, там, и так далее. То есть это может быть стандартный, такое быстрое внедрение, и через месяц уже сотрудники начинают работать. А это может быть бесконечный процесс, когда точно так же сотрудники начали работать через месяц, но они понимают, что у них постоянно изменяются процессы, они добавляют новые продукты, новые услуги. Опять же, вот по этой технологии, что мы вначале автоматизируем продажи, потом сокращаем затраты на продажи, потом автоматизируем все остальное, ну, то есть в любой компании есть там сотни процессов, которые можно автоматизировать. Вот сейчас мы находимся достаточно на таком непростом, наверное, многие бизнесы находятся в положении, когда сокращаются рынки рекламы, ну, и, в принципе, наверное, покупательская способность у людей снижается. Насколько CRM в такой обстановке перспективная вообще? Ну, это, наверное, самое, что перспективное, что сейчас только можно сделать в наше время. Потому что это, по сути, база клиентов, с которой вы можете работать, невзирая на рекламу и на источники рекламы, которые у вас есть. То есть по факту CRM, когда мы анализируем там покупательскую способность того же, да, человека, что он покупает, она же позволяет нам, например, не знаю, сегментировать базу и сказать, что вот эта группа клиентов, она там, не знаю, бизнесмены, а эта группа клиентов, она там, например, студенты, да. И мы можем, например, не знаю, коммуникационные сообщения делать более целевыми. А вот специалист по CRM, это кто такой, что это за человек, что это за специальность такая? Ну, смотри, на самом деле тоже хороший вопрос, потому что этот, наверное, такой человек, вот он как раз должен разбираться и в IT, и в продажах. То есть он может быть не супер успешным продавцом и не супер успешным IT-специалистом, но как раз, когда у него есть опыт и там, и там, он понимает про продажи, то есть он понимает, что такое метрика, что такое конверсия, что такое лид, что такое воронка продаж, и он понимает, как, так скажем, ведется разработка, что там есть, там, не знаю, сроки, дедлайны, там и так далее, там есть какие-то технические документации, API и так далее. И вот эта синергия, она позволяет, ну, нам выдать очень крутой результат на выходе, потому что по факту он и является связующим звеном между заказчиком, потому что заказчик у нас в основном это бизнес, а с другой стороны это наши программисты, разработчики. И ему надо вот этот язык, на котором мы там сказали, что у нас что-то тут все как-то вообще плохо, и ему надо как раз вытащить, достать эту информацию, которая как бы ему позволит понимать вообще, зачем он к нам пришел, и рассказать программисту, который, соответственно, будет это делать. Но есть ли у него какие-то особенные качества по себе, может быть, можешь судить, не знаю, усидчивость, креативность, там, его впечатление, там, что угодно? Ну да, он должен, конечно, ну, креативность – это хорошее качество всегда, потому что часто, я говорю, мы, когда вот мы закончили какой-то стандартный кейс, когда мы сделали, там, не знаю, процесс, заявки, конверсии, там, источники и так далее, к нам часто приходят клиенты и говорят, а что еще можно сделать в CRM? Ну, то есть вот такой вопрос, а что еще можно? И тут как бы как раз вступает креатив, и мы там делаем еще программы лояльности, анализ покупательской способности, анализ клиентов с точки зрения, там, купил, не купил, когда купил последний раз, на какую сумму, там, и так далее. Коммуникации в WhatsApp, коммуникации в мессенджерах, то есть много чего. И здесь часто, часто, когда мы начинаем работать, то есть появляются какие-то другие люди, с которыми мы взаимодействуем. Например, мы могли взаимодействовать с продавцем, с коммерческим директором, появляется контент-маркетолог, которому стало это интересно, он понимает, что это теперь инструмент, в том числе для его работы, потому что ему проще доносить какую-то мысль до аудитории, если он понимает, кому он доносит и кто эти люди. На самом деле, большое количество компаний в России не понимают, зачем нужно до сих пор в CRM, каким образом это способно решить их проблемы. Ну и, в общем, такая достаточно печальная нота, да? Ну, не то, что печальная, а просто как бы это зона роста для любой компании. И нужно понимать, что когда у вас все вроде бы как кажется налажено, и вы понимаете, что что-то не так с клиентами, первое, о чем вы должны подумать, это CRM. А CRM это инструмент для продаж, в первую очередь. Вот. Инструмент для продаж, это всегда очень полезно. Спасибо большое, Гриша, за беседу. Спасибо большое, пока. На сегодня, пожалуй, все. Спасибо, что были с нами. Помните, чем шире бизнес представлен в сети, тем больше шансов для его успешного развития и роста. Еще больше материалов о бизнесе в интернете вы найдете в блоге Рудцентр по адресу ник.ру. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, будет интересно.